Восьмой мемориал Тали подходит к концу. На турнире сыграно уже восемь туров. Гельфанд сохранил за собой позицию лидера, сыграв ничью с Мамедьяровым. И Кару Накамура вновь проиграл, на этот раз Магнусу Карлсону. Теперь от Гельфанда на пол очка отстает именно норвежец. На красном октябре и для зрителей у мониторов партии восьмого тура комментировали гроссмейстеры Сергей Рублевский и Анна Буртасова, Марк Глуховский, а также принкнувший к ним на некоторое время председатель правления Российской шахматной федерации Илья Левитов. Партия Гельфанд-Мамедьяров завершилась ничью. Мамедьярову черными удалось получить определенное преимущество в защите Немцовича. Он удачно расставил все свои фигуры, в то время как белая армия была не совсем скоординирована. Потратив определенное время, Гельфанд нашел удачный перевод слона на Е4, после чего его фигуры встали оптимальным образом. Черные не нашли лучшей возможности, кроме повторения ходов. В партии была зафиксирована ничья, и Гельфанд сохранил лидерство. Дмитрий Андрейкин выиграл пешку в партии с Сергеем Корякиным, но позиция сразу уравнялась и пришла к ничейному ладень на Мэншпель. До этого белые имели определенное преимущество и давили на ферзевом фланге. В анализе после партии оба шахматиста пришли к выводу, что у белых не было лучших возможностей, и ничья стала закономерным результатом. Два поистине классика современных шахмат, Анант и Крамник, разошлись ничьей уже на 30-м ходу. Партия пришла к совершенно равному ладеньному Мэншпелю, и никаких ресурсов для продолжения борьбы не было ни у одной из сторон. К сожалению, оба великих шахматиста идут в аутсайдерах этого турнира, но еще могут повлиять на финальное распределение призовых мест. На восьмом мемориале Тали действует правило о том, что игроки не могут вступать в ничейные переговоры до 40-го хода, поэтому для того, чтобы зафиксировать ничью ранее, требуется троекратно повторить позицию. Партия Мразевич-Каруана поначалу складывалась весьма спокойно, но Мразевич славится своим оригинальным мышлением, даже в Эншпеле он способен найти неожиданные ресурсы. Так и произошло в этой партии. Слон зашел на Аш-7, неожиданно возникли матовые угрозы. В результате белые выиграли пешку на Аш-6, но их слон и водя застряли на фланге. В острейшей позиции, требующей точного расчета, оба соперника попали в цитнот. Каруана рассказал на пресс-конференции, что уверен, что оба совершали ошибки. У белых были возможности сделать ничью, но Мразевич продолжал играть на победу и грубо ошибся перед самым контролем. «Видимо, ход G5 стал решающей ошибкой», — сказал Каруана на пресс-конференции. После того, как на сороковом ходу соперникам прибавилось время на часах, Мразевичу ничего не оставалось, как признать свое поражение. Хикару Накамура — игрок настроения. Он часто выигрывает и проигрывает сериями. Еще не оправившись от поражения к Гельфанду накануне, Накамура крайне неудачно разыграл дебют во встрече с Магнусом Карлсоном. Белые очень быстро получили решающий перевес. На пресс-конференции Карлсон шутил, что единственным опасным моментом для него в партии было то, что он чуть было не подавился орешком. Действительно, норвежец не дал шансов своему сопернику, который тот отчаянно искал. Накамура даже пожертвовал качество для активизации своих фигур, но Карлсон был непреклонен. Таким образом, норвежец опередил американца и перед последним туром наступает на пятки лидирующему Гельфанду. Американец долго не мог поверить в то, что всего два тура назад он находился на верхней строчке турнирной таблицы, а теперь не претендует ни на первое, ни на второе место. В последнем туре лидирующий Гельфанд играет черными с Крамником, а Карлсон тоже черными с Мамедьяровым. В случае победы Карлсона и ничьи Гельфанда победители будут определять дополнительные показатели. Только последний тур решит финальную расстановку сил. Субтитры создавал DimaTorzok